Простые азербайджанцы, которые в целях экономии привыкли покупать продукты в Иране, вынуждены простаивать в многочасовых очередях. Я проходил таможен нескольких стран – Турции, Ирана, Сирии, Ордании, Саудовской Аравии. Нигде не видел такого отношения к народу. Одну партию в 20 человек утром пропускают, и потом следующую часам к четырем. Многие азербайджанцы ездят в Иран за самыми простыми продуктами – картофелем, помидорами и различными фруктами. У местных жителей сложилось впечатление, что работники таможенного поста «Астара» к некоторым из пересекающих границ у торговцев относятся с особой благосклонностью. Азианичает там кто-то. Для кого хотят, создают условия, и они проходят. Говорю как свидетель. Одних пропускают через одни двери, иных загоняют в эту клетку. Вот и возникают скандалы из-за простого желания людей вырваться на свободу. Когда с них зайдут до простых, пропускают по одному. В этих условиях человек теряет свой человеческий облик. Я сам был свидетелем. Видел там и больных людей с простатитом, больными почками. Как им выдержать это? Трудное положение на границе стало благотворной почвой для появления различных слухов. В дело вмешался и национальный фактор. Проживающие в регионе Талыши утверждают, что двери таможни закрываются только перед представителями этой национальности, а азербайджанцы свободно проходят мимо многочасовых заторов. Не так давно жители деревни Ярчеван, находящиеся недалеко от терминала Астара, даже провели акцию протеста. И она может оказаться не последней, предупреждают ее участники. Однажды в советское время это было. Бык забрался в заповедник. Пришел хозяин заповедника и стал гнать его оттуда. И гнал до тех пор, пока не разозлил быка настолько, что тот пошел на него и повалил его вместе с лошадью. Не надо доводить народу такого состояния. Продолжение следует...